Трамп, Россия, услуга за услугу, Нью-Йорк Тимис, США Макс Френкель, Тонио-Йорк Тимис, США 28 марта 2019 года Сговор, или его отсутствие, оказался риторической ловушкой, в которую угодили преследователи президента Трампа Предвыборному штабу Трампа и олигархам Владимира Путина не нужно было вступать в сговор в период предвыборной кампании Потому что между ними уже существовало всеобъемлющее соглашение Помощь в кампании против Хилари Клинтон в обмен на новую пророссийскую политику Началом которой должно было послужить смягчение весьма обременительных экономических санкций, введенных администрацией Обамы Сторонники Трампа знали о том, что Россия готова ему помочь, поэтому они решили оказать ответную услугу Если вспомнить все известные факты касательно взаимодействий между россиянами и представителями предвыборного штаба Трампа Факт наличия этого соглашения становится очевидным Возможно, в какой-то момент россияне напомнили семье Трампа о той поддержке, которую они оказывали Трампу в его прежних деловых предприятиях Возможно, они также выразили свое негативное отношение к Клинтон, которая, будучи еще госсекретарем США, попыталась оспорить легитимность переизбрания Путина Однако нет никакой необходимости перечислять все эти гипотезы, чтобы осознать очевидность того соглашения, которое действовало в период предвыборной кампании 2016 года По всей видимости, смягчение санкций обсуждалось и в ходе других тайных контактов между помощниками Трампа и россиянами Нам известно, что Майкл Флинн, Мичель Флинн, солгал ФБР, заявив, что он не обсуждал вопрос о смягчении санкций с послом России Как установил спецпрокурор Роберт Мюллер, Роберт Муэллер, в ходе своего расследования, обещание изменить политику само по себе не было незаконным Кандидаты часто обещают изменить политический курс и часто дают подобные обещания иностранным правительствам Вспомните о переносе посольства США в Израиле Так зачем нужна была вся эта секретность и ложь? Кандидат Трамп не делал никакой тайны из своего намерения наладить теплые отношения с Кремлем Однако обещание смягчить санкции и предпринять ряд других мер, данные человеком, который еще не занял пост президента, были в лучшем случае неуместными, а в худшем, оскорбительными для американского обычая, требующего, чтобы в каждый конкретный момент в стране был только один президент Флинну пришлось солгать, потому что, хотя процесс передачи власти уже начался, он непосредственным образом срывал попытки Обама наказать Россию Путина Стоит напомнить, что Флинн оказал настолько значимую помощь в расследовании Мюллера, что спецпрокурор пообещал освободить его от тюремного наказания Он действительно вступил в сговор, однако он всего лишь дал обещания касательно будущей политики, а не саботировал процесс выборов И, оставаясь верным своим предвыборным обещаниям, несмотря на мощное сопротивление Конгресса, президент Трамп все же несколько смягчил санкции и успокоил Россию иными способами, хотя и ущерб союзникам Америки Давайте назовем это искусством заключать сделки Макс Френкель, Макс Френкель, Макс Френкель был исполнительным редактором издания New York Times 1986 по 1994 год Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ